В эфире телекомпания «Город» ежедневный выпуск программы «Время говорить». Здравствуйте! Отгремели праздничные салюты, и мы надеемся, что минувшие выходные вы провели весело и с пользой, тем более, что погодку удалась. Ну а наши журналисты, как всегда, расскажут вам о самых интересных и важных событиях, произошедших в нашем городе. Коротко о главных новостях. Приключения итальянцев в Рязани. Европейская делегация прибыла в наш город с деловым визитом. Большая премьера в Рязани состоялся. Премьерный показ сериала, героями которого стали ветераны Великой Отечественной войны. Подготовка к лету. Госавтоинспекция начала профилактическую работу с детьми в преддверии летних каникул. Ну а теперь обо всем подробнее. Начать, само собой, хотелось бы с сюжета о праздничном параде, прошедшем 9 мая. Стоит напомнить, что наша телекомпания вела прямую трансляцию торжества. Глеб Галушкин расскажет о том, как Рязань праздновала День Победы. Торжественный парад в честь 70-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне получился масштабным и многолюдным. Жители Рязани активно подключились ко всероссийской акции «Парад победителей». В праздничном шествии по центральным улицам города около 35 тысяч рязанцев прошли с фотографиями своих родных и близких, участников Великой Отечественной войны. Дальше, исполнив гимн России, торжественным маршем от площади Победы до площади Ленина прошли войска рязанского гарнизона. Офицеры, солдаты и курсанты участвовали в конкурсе песни в солдатском строю. Показали умения и спецназовцы воздушно-десантных войск. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В завершении праздника перед зрителями выступили детские коллективы, а после парада площадь Ленина в Рязани превратилась в танцплощадку. Если сказать кратко, вот уезжаешь в дом, вот такое вот настроение, а от Сулгейш вот такое настроение. Вот все, что сегодня произошло, все-все-все события от воензированных до детских, они наполняют душу новой силой. Вот, очень радует и впечатляет память, насколько люди помнят, ценят эту победу, берегут ее, внимание такое. Это передать словами не начну. Мне же было, когда началась война, 16 лет. Закончилось, мне 20 лет было. Это самые все годы у меня прошли за время войны. Ждали мы, ребят, ждали и дождались. Вот, а теперь рады за вас. Чтобы не было войны, чтобы было всегда вот такое, как сегодня голубое небо. Народные гулянги завершились традиционным праздничным салютом. В Рязани состоялась встреча губернатора Олега Ковалева с членами делегации из Италии. Иностранные гости прибыли в регион на торжества, посвященные 70-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Стоит отметить, что делегация прибыла из итальянской провинции Канталупо-Легуры. Именно на этой земле доблестно сражался наш земляк, герой Советского Союза и национальный герой Италии Федор Политаев. В составе итальянской делегации Рязань посетили мэр города Канталупо-Легуры Жан-Пьер Дальё, председатель общества «Дружба Италии-Россия» Мара Сканье, депутат итальянского парламента и высшего судебного совета Италии Бальдуцци Рената и ряд других чиновников и бизнесменов. Олег Ковалев отметил, что проведение встречи в день празднования 70-летия победы в Великой Отечественной войне имеет особое значение. Мне очень приятно, что в Италии это понимают. Мне очень приятно, что в Италии сохраняют память о нашем земляке Федоре Политаеве и других земляках, которые вместе с итальянскими партизанами боролись с фашизмом. Губернатор поблагодарил представителей итальянской стороны за активное сотрудничество с регионом и вручил памятные знаки – благодарность от земли Рязанской членам итальянской делегации. Гости из Италии оценили гостеприимство рязанцев и выразили надежду, что связи между нашими регионами будут укрепляться как в культурной, так и экономической сферах. Рязанский режиссер, наш земляк и коллега Андрей Мовчан презентовал свой проект под названием «Никто не забыт, ничто не забыто». Это 11-15-минутных серий, в которых участники Отечественной войны рассказывают о своей судьбе и судьбах своих товарищей. В пятницу 8 мая в Большом зале администрации состоялся премьерный показ одного из эпизодов нового 11-серийного кинопроекта. Фильм под названием «Никто не забыт, ничто не забыто» создан под эгидой Рязанской городской думы. Мы очень надеемся, что фактически вот такой видеобанк данных, он будет с нами, и можно будет его показывать по различным телеканалам, будет этот материал и в социальных сетях, и в интернете, на ютюбе. Мы постараемся сделать так, чтобы как можно больше количества и рязанцев, и всех, кто с Рязанью связан, и кто любит наш город, могли все это увидеть и посмотреть. Там действительно та правда, которую мы, может быть, не услышим из каких-то источников иных, это то, что выражают люди, прошедшие годину войны и пережившие своей душой, своим сердцем, своим разумом, то, что происходило тогда. Работа над проектом продолжалась на протяжении года. В каждой серии слов предоставлено участникам Великой Отечественной войны. Мы хотели убрать вообще какие-то объясняющие вещи, чтобы ветераны, непосредственно очевидцы тех событий, непосредственно рассказывали о войне. По словам создателей, фильм рассчитан прежде всего на молодежь. Показывать его планируют в школах и вузах региона, чтобы ребята узнавали правду о событиях войны от живых свидетелей подвига народа. На базе Рязанского государственного медицинского университета начал свою работу музей. В экспозиции представлены фотографии и памятные вещи, которые рассказывают о нелегкой доле медиков в годы Великой Отечественной. Подробнее в материале Алены Куколевой. В Рязанском государственном медицинском университете 8 мая открылся музей. Он посвящен Великой Отечественной войне. Выставка состоит из пяти экспозиций. Они рассказывают о работе медиков во время войны, о жителях Рязанской области в 1941-1945 годах. Здесь собраны сочинения студентов о родственниках-ветеранах. Помимо этого, здесь установили доску памяти. Также представлена выставка фронтовых реликвий, найденных во время походов членами поисковых отрядов медуниверситета. То, что представлено в экспозиции, это не самое главное в нашей работе. Самое главное – это найти останки защитника нашего Отечества. К сожалению, не всегда мы можем удостоверить личность найденного нами бойца. Личные вещи в этом помогают. Представленные в экспозиции каски, котелки, ремни, они носят на себе какие-то инициалы, следы владельца, которые он там оставил, пытаясь обозначить надежных вещей. Они помогают определить личность погибшего возлещения Отечества. На размещенной доске памяти выбиты имена сотрудников вуза, участников войны. Всего 140 фамилий. Ректор Рязанского медуниверситета Роман Калинин отметил, что эту экспозицию должен посетить каждый студент университета. Потому что забыть очень легко, потерять очень легко, наверстать потом будет невозможно. Поэтому создание этого музея, мы считаем, это небольшой вклад в развитие духовное, патриотическое воспитание нашей молодежи, которое, безусловно, обязательно. Я надеюсь, что этот музей, он будет живым, как жива наша память, и будут приходить не только наши студенты и сотрудники, но будут приходить школьники, просто посмотреть на труд военных врачей. На открытии музея присутствовал министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий. Он вспомнил педагогов и коллег, которые были на фронте. Я учился у тех преподавателей, которые еще прошли Великую Отечественную войну. Мы учились на их рассказах, на их героизме, на том, как они оказывали помощь круглосуточно нашим бойцам, нашим раненым. И поэтому я думаю, что то, что я сегодня здесь увидел, конечно, это великое дело. Потому что студенты, которые будут знать историю, которые будут понимать, что врачи – это не только люди в белых халатах, но это, в общем-то, люди с героической судьбой, конечно, я думаю, что и они захотят стать такими же, такими же светлыми, такими же чистыми, такими же людьми, ценящими историю. А человек, который знает историю, который ценит ее, он будет и относиться хорошо к пациенту. Ректор Рязанского медуниверситета Роман Калинин подчеркнул, что музей будет пополняться новыми экспонатами. А участники боевиковых отрядов пообещали приложить свои усилия, чтобы вековечить память о земляках – героях войны. Еще один материал от дорожных полицейских. В преддверии летних каникул сотрудники ГИБДД начали профилактическую работу со школьниками. Ведь безопасность детей на дороге – дело первостепенной важности. Автополицейские наглядно в игровой форме рассказывают ребятам о том, как правильно себя вести, пересекая проезжую часть. В некоторых школах Рязани и области для этих занятий были оборудованы специальные автоплощадки. Старшеклассники, учащиеся в школе номер 69, организовали и разыграли для учеников начальных классов настоящий спектакль под открытым небом. Во дворе школы разбита миниатюрная автоплощадка со светофорами, зебрами и тротуарами. На ней ребята могут получить навыки безопасного поведения на дороге, не выходя при этом на настоящую проезжую часть. От первого класса до средних классов школьники получают знания, в том числе и с инспектором, который приходит из госавтоинспекции. Сегодня здесь организовано мероприятие в рамках глобальной недели безопасности. Мероприятие в рамках глобальной недели безопасности проходит на территории всей России, в том числе и в Рязанской области. И здесь сегодня на автоплощадке за текущий год дети приобрели определенные знания и умения и сегодня продемонстрируют это для своих сверстников и для родителей. Инициаторами строительства площадки и организации занятий стали Управление госавтоинспекции и Министерство образования Рязанской области. А именно это мероприятие проходит в рамках глобальной недели безопасности. Третий год в мире объявляется это глобальная неделя безопасности, связанная с безопасностью детей в дорожном движении. Но на самом деле это работа, которая у нас длится не одну неделю, а она в течение всего года. Я бы сказала так, что весь год у нас всегда объявлен годом безопасности, потому что эта тема звучит постоянно на классных часах, на беседах. В каждой школе разработаны паспорта безопасности и безопасности дорожного движения, маршруты безопасности. Вообще такие автоплощадки существуют у нас не только в Рязани, но и в районах области. Их, конечно, не так много, но с каждым годом их становится все больше. И детей сотрудники госавтоинспекции могут обучать навыкам безопасного поведения. Как отмечают сотрудники госавтоинспекции, несчастных случаев на дороге с участием детей в последние годы становится меньше. А это значит, что проводимая ими работа не проходит даром. К другим новостям. Недалеко от Сочи на базе одного из пансионатов Лоу пройдет 11-й по счету летний спортивно-терапевтический лагерь, который организует Национальный антинаркотический союз. Также к поездке готовится и Рязанский филиал Всероссийского фонда «Центр здоровой молодежи». Основная работа фонда – реабилитация и ресоциализация нарко- и алкоголезависимых. Центром тесно сотрудничают Государственная дума, Федеральная антинаркотическая служба, Министерство здравоохранения и различные религиозные конфессии. На базе лагеря пройдут конференции, брифинги и лекции, на которых представители всех вышеперечисленных структур обсудят план развития их дальнейшего взаимодействия. 22 мая состоится очередной по счету 11-й международный спортивно-терапевтический лагерь, который организован Национальным антинаркотическим союзом. Это очень грандиозное мероприятие, которое не имеет подобных аналогов. То есть на платформе этого лагеря соберутся порядка тысячи выздоравливающих зависимых. Будут проведены масса крупных мероприятий, начиная от спортивных соревнований, заканчивая терапевтическими группами, общением с психологами, наркологами, с людьми, которые имеют уже очень большой срок трезвости. Также будет проведен параллельно на этой же платформе лагерь для родителей. То есть родители тоже будут участвовать в процессе, будут видеть, чем занимаются их дети. Они смогут также посетить мероприятия совместно с детьми, например, аркотерапию на берегу моря, которую проведут наши психологи и терапевты. На этом лагере будет проходить очередная межракционная депутатская группа, где будут рассматриваться также вопросы зависимости, профилактики и так далее. На сегодня это все новости. Далее в эфире программа подробностей. Гостем нашей студии на этот раз стал Денис Боков, заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области. Речь пойдет в основном об акции, парад победителей, который с каждым годом набирает все большую популярность в нашей стране. Ну а мы с вами увидимся совсем скоро на Рязанских кабельных. Всего доброго. Уважаемые жители и гости города, Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания поздравляет вас с 70-летием Великой Победы и желает всем мирного неба над головой, согласия и благополучия в каждом доме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова